мы давно мыло делаем сами почему во первых это интересно во вторых это дешевле этих это лучше чем покупное сам добавляешь натуральные красители масла которые тебе нравятся приятный запах получаешь удовольствие существует много разных методов как делать мыло единственное хочу вам сказать о методе создания мыла от состав не должна попадать в вода потому что если попадет вода она тогда быстро будет пропадать или надо сразу его использовать этом методе важно использовать спирт спирт вам нужен чтобы перед заливкой формы надо обрызгать форму и после заливки обрызгать мыло чтобы не образовались пузырьки спирт также нужен если вы делаете мыло из двух цветов или двух слоев поэтому когда заливаем второй слой надо обрызгать спиртом чтобы произошло сцепление чтобы мыло потом не развалилась на две части значит я делаю мыло не с нуля я делаю мыло с мыльной основы это проще я использовал два вида мыльной основы это матовая вот она таким бруском и и у нас стругать надо она очень хорошо так стругается я сделал это и глицериновая вот это такая мы заказали эти виды в израиле вы можете заказать где хотите там на алиэкспресс на ebay или там херп это уже ваше на амазоне просто делать мыло будет белое или вот прозрачная из этого иногда она очень красивая когда белый прозрачный двух таких видов вместе но если вы хотите чтобы она была красивая там цветное можно использовать красители вот у меня два вида вот такой краситель магазине я купил или вот натуральный куркума корица чуть добавляете будет он или желтый или коричневый или вот например делали синий зеленый красивый цвет это красители пищевые поэтому их используем то есть это не какая-то химия ее добавляют эти красители в еду можно есть поэтому лучше натуральный чтобы мыло было более полезным для кожи в него добавляются масло и баттеры это английское слово это твердые масла масло ши и кокосовое масло вот у нас например есть вот такое масло можно какао масло добавлять если вы хотите сделать более полезным можете добавить растительные масла вот у нас есть такое масло авокадо масло миндаля масло жожоба можно и подсолнечное можно и оливковое можете использовать чистые масла или масло настоять на травах это более полезно для кожи вот мы будем сейчас использовать масло или на ромашке настояли это оливковое масло это очень легко сделать описание вы найдете под роликом мыло имело запах мы берем эфирные масла например это натуральные эвкалипт мята грейпфрукт лимон тогда мыло имеет запах большинство капель мы можем на 100 грамм этой основы добавлять 10 15 или 20 но есть сильные масла например корица нужно всего пару капель мыло надо будет куда-то заливать мы используем формочки вот мы купили такую формочку из силикона или подручные вот под йогурта или еще яблочные что еще важно помнить прежде чем заливать мыло надо взбрызнуть спиртом вот у нас есть такой спирт 95 процент мы его разбавили у нас такой баночки и надо перед этим так брызнуть и когда зальешь еще разбрызнуть чтоб не было пузырьков воздуха чего мы начинаем наш процесс мы сначала отмеряем мыльную основу на глаз делать нельзя мыли надо отмерить я отмерил 200 грамм теперь наша задача расплавить мыльную основу но ни в коем случае не довести до кипения немного я плавлю микроволновки по 10 секунд чтобы не закипел а ускоряет процесс потом ставлю нам дальше продолжаем процесс на водной бане надо мешать потому что она может застывать по краям мы добавили кокосовое масло сейчас добавляем оливковое если мы сейчас зальем форму мыло будет белого такое как здесь мы планируем делать цветное масло мы добавим пищевой краситель капельку чисто так вот она видите как закрашивается мыло приобретает цвет масло эфирное добавляем в самом конце но летучее накапал и сразу залива работать надо быстро потому что основа быстро застывает мы сделали другой цвет сейчас добавим сюда мяту мы побрызгали и надо побрызгать в конце вот как она выглядит добавляем баттеры то есть твердое масло у нас кокосовое теперь оливковое добавляем цвет сейчас он будет прозрачный синенький такой красивый накапали сразу заливаем сделаем сейчас двуцветную первый слой мы сделали глицериновую часть сейчас делаем белую основу наша цель сейчас делать красивое цветное мыло мы сделали первую часть сейчас делаем белую а 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 наше мыло постояла полчаса после того как сделали важно его не перемещать чтобы оно постояло и остыло в меньшей мере полчаса сейчас приступаем ко второму этапу мыло надо очень аккуратно достать мыло еще не готово поэтому когда его доставать надо в перчатках начали оставите в нем свои перчатки мы одеваем перчатки и наступает радостный момент и наступает к красивая мылка получилось на цвете двухцветная белая и синяя это цельная это тоже вот двуцветная но цвет другой ну такие симпатичные такие мыльца для рук латекса просто достается с этого надо постучать вот так ты стучишь не лагает кто-то выходит посмотреть на емке куша уже двухцветная крути можно просто разрезать ну так если памятину выходит вот такое получилось у нас мы и мы положим чтобы она полежала три дня мыло должно дозреть проветриваем помещение три дня три дня сейчас мы его там поставим не будем трогать через три дня можно мыть ручки когда мыло через три дня готова его можно вот так завернуть пищевую пленочку и уже она хранится зачем эта пленка мы же капали эфиры чтобы эфиры сохранились чтобы запах не улетучился вот мы в ней сохраняем почему этот процесс интересный это процесс творческий потому что разная форма разный цвет разные запахи разные наполнители вы выбираете все это сами вы можете украсить мыло некоторыми сухими лепестками цветов календула лаванда васильки если в процессе приготовления мыла вы добавите сухой кофе молотый или кусочек люфы или овсянку у вас получится мыло с эффектом скраба вы можете использовать для мытья рук тело можете подарить это шикарный подарок всем нравится учить массу удовольствия вот оно и мыло наступает счастливый момент мы берем и мылим идет запах приятный вот я покажу как оно мылится попробуйте увидите что оно отличается от магазинного руки становятся мягкими приятными кожа приятная вот чисто и ни одного микроба а